МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тревожная кнопка нажата. В эфире ОНТ еженедельный итоговый выпуск криминальных новостей. В студии Сергей Лопаницын. Здравствуйте. Начнем с цифр. Больше 17 тысяч обращений поступило в органы внутренних дел за 4 выходных дня. И 7 тысяч только в новогоднюю ночь. Убийства, разбойные нападения, изнасилования не регистрировались. А по сравнению с прошлым годом в два раза сократилось и количество грабежей, хулиганств и других преступлений по линии уголовного розыска. В том числе и в ночь с 31 декабря на 1 января. На все сообщения милиция отреагировала оперативно и качественно. Сотрудники органов внутренних дел в эти дни несли службу в усиленном варианте. Правопорядок обеспечен в 1571 организованном месте проведения праздничных мероприятий. Новогоднее мероприятие посетило свыше 275 тысяч граждан и гостей страны. Задачи по охране правопорядка при проведении новогодних праздничных мероприятий выполнены. В местах проведения мероприятий, преступлений и чрезвычайных происшествий не зарегистрировано. Грубых нарушений общественного порядка не допущено. За понимание к принятым мерам безопасности, проявление внимания к окружающим, а также заботе о родных и близких, милиция благодарит всех белорусов. И, как и каждый год, напоминает о максимально осторожном обращении с петардами, фейерверками и мини-салютами. С 31 декабря на 1 января в органы внутренних дел поступило ряд сообщений о травмировании граждан, причинении телесных повреждений в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Все происшествия вне мест проведения массовых мероприятий. Среди пострадавших трое несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет. Травмы от петард и фейерверков фиксировали во всех регионах страны. Пострадавшие в большей степени те, кто запускал пиротехнику самостоятельно. Однако есть и случайные прохожие, которые тоже получили ожоги и травмы. Для примера, одно из резонансных видео, разлетевшихся по сети, к счастью, не у нас. Оно снято, где подростки из Екатеринбурга устроили на фейерверках дуэль. Белорусская милиция, в свою очередь, напоминает. Использование пиротехники в общественных местах может быть расценено как мелкое хулиганство, за что предусмотрен как штраф, так и административный арест. Штраф, к слову, до 1200 рублей и вплоть до 10 лет лишения свободы, если ваше пиротехническое веселье закончится для кого-то телесными повреждениями, либо повреждениями чужого имущества. Именно поэтому запрещена и продажа пиротехники лицам, не достигшим 15 лет. Нет, ответственность лежит на родителях. Хотя некоторые и в 21 год не всегда понимают, что следует за подобными действиями. За что тебя задержали? За то, что бросил петарду сотрудникам милиции под ноги и уехал. 2 января в Смолевичах молодой человек бросил петарду в милиционеров. Наряд охраны патрулировал улицы города, когда из мимо проезжающей машины в сотрудников полетела подожженная петарда. Нарушитель скрылся, но вскоре был задержан не менее эффектно. Погода была скупа на снег в новогоднюю ночь, но последние дни словно отыгрываются. Оранжевый уровень опасности оперативные службы объявляют ежедневно. И самая уязвимая категория – водители. В условиях гололеда и плохой видимости аварий, к сожалению, не избежать. От навигатора, который завел машину в прорубь, до катафалка, лежащего на крыше. Почти 11 тысяч нетрезвых водителей. 49 погибших по их вине. 225 травмированных. Таковы цифры уходящего года. Каждое второе ДТП в состоянии опьянения совершено по вине пешеходов. Каждое пятое – велосипедистов. До конца новогодних праздников ГАИ усиливает контроль за нетрезвыми водителями и пешеходами. А также лицами, севшими за руль без прав. Госавтоинспекция обращает внимание граждан на важность сообщать по телефону 102 о фактах нетрезвого вождения или нахождения на проезжей части пьяных пешеходов и велосипедистов, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения. Всего за прошлый год на дорогах страны произойдет больше трех тысяч аварий. Большинство с минимальным ущербом и для здоровья, и для транспорта от жертв, к сожалению, не уйти. Но в каждой ситуации инспектор ГАИ всегда приходили на помощь, как и в эти сложные снежные дни. По всей стране, где дорога превращалась в кашу, машины тащили, толкали и буксировали, не оставляя людей один на один с бедой. Минский район. Злая шутка навигатора. Если точнее, то заблудилась в метель даже умная программа. Водитель следовал по указанному маршруту, не заметил водоемы и, проехав 50 метров по льду, частично ушел под воду. Спасательный круг, лестница, штурмовка, веревки, опыты, бесстрашие бойцов МЧС. Водитель долго благодарил за помощь. Госпитализация мужчине не потребовалась. Еще одна нестандартная на дороге история. На крышу лег катафалк. Авария произошла под Гродно. Водитель потерял управление. Машина вылетела в кювет. Омрачало ситуацию то, что катафалк ехал на кладбище с телом погибшего накануне мужчины. О котором мы расскажем чуть позже. В первый день Нового года этот человек утонул. Нечто из области автофантастики каталось по дорогам столицы. Заднее колесо машины стало поперек водителя. Впрочем, это ничуть не смущало. Моргая, аварийка, и он продолжил свой путь. Огнетушители или пожарных вы вызвали? А вот глядя на подобные киноманы, обязательно вспомнит блокбастер про призрачного гонщика. Только в голливудском сценарии фигурировал байк. Белорусская версия горела ярче. Кто устроил это автофайр-шоу, так и осталось за кадром. Чувак, у нас взорваться может отойти. Как вы только что видели, произойти на дороге может все, что угодно. И ко всему этому госавтоинспекция настоятельно рекомендует быть готовыми. Особенно, когда погода играет против правил. В связи с прогнозируемыми снегопадами госавтоинспекция рекомендует не забывать о выполнении правил дорожного движения и соблюдении повышенных мер безопасности на непредсказуемой зимней дороге. Учитывайте, что во время осадков состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи всем водителям, попавшим в затрудительную ситуацию на дороге. Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите по телефону 102. Продолжая о цифрах, почти 4000 уголовных дел за прошедший год возбуждено по 328-й статье. Это про наркотики. Изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или продажа. Но всех, кто однажды выходит на кайфовую тропу смерти, должна волновать другая цифра. В тюрьму за наркотики можно сесть на 25 лет. Кто кандидаты? 70 кило психотропов на четверых оптовиков. Следователи в связке с операми накрыли трансграничную группу наркокурьеров. Двоих задержат еще в феврале прошлого года с крупными партиями на руках. Житель столицы в декабре прошлого года решился на преступный шаг – заработать на распространении наркотиков. На протяжении нескольких месяцев он забирал оптовые закладки психотропов и раскладывал их в тайники на территории нашей страны. Подобный заработок минчанин предложил и своему знакомому, у которого были финансовые проблемы. Молодые люди успеют проработать на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ лишь несколько месяцев, но на максимальных оборотах. Специально покупались даже машины, чтобы оборудовать их тайниками для транспортировки психотропов за границу. Со слов обвиняемых, в один такой тайник помещалось от 10 до 20 килограмм психотропов. Опытные следователи установили еще двоих оптовых курьеров, которые осуществляли преступную деятельность в интересах того же наркошопа. Всего из оборота изъято 70 килограммов наркотиков. Все фигуранты признали вину и сотрудничали со следствием. Следственным комитетом разработан алгоритм вывода и конвертации криптовалюты. Благодаря этому обнаруженные у обвиняемых активы выведены из цифровой среды. В настоящее время решается вопрос об обращении полученных денежных средств в доход государства. Накануне сработает и Брестский наркоконтроль. Патрульные на вокзале заметят подозрительного молодого человека. Информацию передадут оперативникам. Чутье не подвело. С поличным задержан 23-летний наркооптовик. Он работал на наркомаркет и в этот день выполнял очередное задание куратора. При нем обнаружено и изъято более двух килограммов особо опасного психотропного вещества 4СМС, который фигурант планировал распространить на территории Брестской области. Бдительными окажутся и жители столицы. Заметят дуэт парней, старательно закапывающих что-то в землю под забором одного из частных домов. Прохожие тут же наберут 102. Задержание будет стремительным. В отделе закладчики признаются, несколько недель минировали мефедроном столицу. Зачем? Теперь спешись приятелям. Некуда. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотика с целью сбыта. Курьером грозен до 15 лет лишения свободы. Сработают на неделе и оперативники по линии нравов. В столице задержанный педофил пытался совратить 14-летнюю школьницу и сутенерша. Торговала телом сама, но кого еще продавала? Итак, все больше и больше цифровизация обязывает, набирает популярность интернет-разведка. И это не просто серфинг, то есть просмотр сайтов, онлайн-страниц или социальных сетей, а спецкомплекс поисковых мероприятий. Именно так оперативники выйдут на 53-летнего меньчанина и предотвратят насилие в отношении несовершеннолетней. В переписке мужчина активно склонял девочку к сексу, более того, уже успел встретиться с ней несколько раз. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за совершение развратных действий. Проводится проверка на причастность его к аналогичным преступлениям. Обращаем внимание родителей на усиление контроля за досугом детей. Важно владеть информацией о том, чем ребенок занят в интернете, ведь именно там легче всего встретить педофила. Установите доверительные отношения с детьми, а если вам стало известно о преступлении, незамедлительно сообщите в милицию. А вот 38-летнюю жительницу столицы уговаривать ни на что не нужно было. Умело торговала не только собой, но и своей подружкой. Официально сутенерша нигде не работает, деньги получала за оказание интимных услуг. Позже вовлекла в проституцию и 46-летнюю знакомую. Фигурантка обсуждала с потенциальными клиентами условия, после чего передавала их данные приятельнице, которая отправлялась в место назначения. Последняя позже захотела прекратить такое сотрудничество, однако получила в ответ от задержанной угрозы. Возбуждено уголовное дело за использование занятия проституцией. Тревожная кнопка продолжает эфир ОНТ. 87 пожаров и 10 погибших. Таковы цифры от МЧС к сегодняшнему дню. И нет, это не последствия праздничных выходных. Это человеческая беспечность, которая никуда не исчезла в наступившем году. Такие звонки не теряют, к сожалению, актуальность ни в прошедшем, ни в наступившем году. Очередная трагедия случится в Жлобинском районе. Сгорится частный дом. Идентифицировать личности погибших, как и точную причину трагедии, будет возможно только после результатов экспертизы. Предварительная версия пожара – непотушенная сигарета. Прокурит свою жизнь и мужчина в Гомеле. В квартире одной из многоэтажек соседи заметят задумление и наберут 102. Милиция сразу же передаст информацию спасателям. Отряд, отряд, центр на прием. Отряд, отряд. 13, квартира, 105, задумление. В ходе разведки бойцы МЧС обнаружат на кровати тело человека. Сгорел полностью. Я поняла. Открытого горения нету, идет небольшой дымок. Он весь на нем сядет, сгорел, матрас сгорел, кровать сгорела. Помощь в борьбе с огнем понадобится и в Хойникском районе. Параллельно отправляя пожарные расчеты, оператор продолжит оставаться на связи с пожилой женщиной. Больше никого в доме нету. Я сын, не знаю ее, не там, не живу. Но самостоятельно покинуть полыхающий дом пенсионерка не сможет. Спасатель обнаружит ее в заполненной дымом кухне. Обнаружен подпредавший. Вынесен на чистую воздух. Секундами позже найдут и сына спасенной женщины. На связи, Хойники. Обнаружен двухсотый. Вас понял, обнаружен двухсотый. И в этой истории предварительно виной всему пагубная привычка мужчины – курение. Огненная беда придет и в один из домов Поставского района. Дежурная служба МЧС. Здравствуйте. Уставь себя домой, а дым с дома идет. Хозяина дома без признаков жизни обнаружит спасатели после ликвидации пламени. Сильный огонь был вот отсюда, с этого окна. Человек желатинный. Трудолюбивый был. Очень многим помогал, и многие будут жалеть, что его не стало. Перед Новым годом он начал выпивать. Но быстрее всего, что это сигарета была. Аналогичная история произойдет и в Ганцевичах. Журнал служим честь, я вам помочь. Алло, здравствуйте. У нас на улице дом горит. Как под копирку, и дом сгорел, и человек в нем. Еще один в столине. Здравствуйте. Горит хата. В обеих трагедиях причины возгорания устанавливаются. Одна из последних трагедий пожар в Слуцком районе. Здесь тоже две смерти. При ликвидации огня спасатели обнаружат тела хозяйки дома и ее гости. Предварительно накануне мужчина вернулся из ЛТП и решил навестить знакомую. Сожитель женщины, вернувшись утром, увидел дым и вызвал пожарных. Со слов местных жителей, женщина злоупотребляла алкоголем. Одна из версий возгорания – вновь неосторожное обращение с огнем при курении. А эта история случится в Слониме. А на двигающейся беде хозяина квартиры предупредил кот. Мужчина спал, как вдруг загорелась кухня. Пушистый спасатель разбудит его громким мяуканьем. Мужчина попытается потушить огонь самостоятельно, но справиться с разгорающимся пожаром не сможет. Кот схватит кота, выскочит с ним на балкон и будет ждать приезда спасателей. С термическими ожогами мужчину увезут в больницу. И здесь предварительная причина пожара – непотушенная сигарета. Но не только животные людей спасают в Полоцком районе. Не в огне, в ледяной ловушке окажутся два ося. Провалится под лед в 50 метрах от берега. Спасателей вызовут очевидцы. Державая служба МЧС Полоцка, к чему помочь? День добрый. У нас два лося провалилось. Они пытаются вылезти прям посредине. Он барахтается. Только что провалилось. Мы за одним шли. Там где-то метра полтора-два глубины. Без бензопилы не обошлось. Бойцы МЧС прорубят лед и помогут большим животным выбраться на большую землю. Спасенные лоси поспешат удалиться, не прощаясь. Кстати, об опасной воде. В первый день Нового года трагический инцидент произошел под Гродно. На глубине всего лишь 30 сантиметров утонул человек. 51-летний мужчина отмечал праздник у соседей. Ближе к ночи собрался домой. Однако утром родственники в доме никого не застали. После непродолжительных поисков тело мужчины обнаружили в реке. Что именно стало причиной гибели, устанавливают следователи. Проверка проводится и еще по одному смертельному факту. В Пинском районе утонули мужчина с конем. 3 января один из местных жителей на поверхности воды Меллиаративного канала увидит тела мужчины и коня, а также гужевую повозку. Известно, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. И в этот же день в Лиозно могла произойти двойная трагедия. Под лед провалились две школьницы, девочкам 12 и 14 лет. Подростки решили прогуляться вдоль берега. Не задумываясь о последствиях, девочки стали ломать лед. В момент опасной игры у одной из них выпал мобильный телефон и покатился к середине водоема. Девочка бросилась за ним, вслед за ней подруга. На середине реки тонкий лед не выдержал, подружки ушли под воду. Спустя 7 минут, несмотря на панику и ледяное течение чудом, одна из них сумела ухватиться за торчащие ветки. Успела она схватить за руку и подружку. Из последних сил девочки сумели добраться до берега. Дачники вызвали помощь. Школьницу везли в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Настоятельно рекомендуем не допускать детей к водоемам без надзора. Помните, в ледяной воде даже взрослый человек может находиться в среднем не больше 20 минут. Затем погибает от переохлаждения. Кроме того, намокшая одежда тянет вниз в глубину и может ускорить гибель. Родители, будьте бдительны. Не позволяйте детям гулять, кататься на санках, вблизи водоемов. Ваша беспечность может привести к самым страшным последствиям. Первые дни наступившего года отметились не только серьезными происшествиями. Хулиганы и мошенники с боем курантов, к сожалению, никуда не исчезли. Хотя, уверены, и такое желание было загадано в новогоднюю ночь. Внимание на экран. Братья изрядно, отметив праздник дома, отправились на поиски злоключений в один из баров Молодечно. Но не прошли строгий фейс-контроль. Отказ возмутит родственников до глубины души. В адрес сотрудников заведения полетят оскорбления. Следом, под горячую руку попадется выходящий из заведения посетитель. Получив по-братски порцию тумаков. Милицию вызовут очевидцы. По-братски же они разделят и уголовное дело. Возбуждено за хулиганство. В Лунинце еще одни поклонники сказочного. Злодея Гринча в канун Нового года украли елку. Залезли на балкон, стащили и ушли, обменяв в конце концов новогоднее дерево на уголовное дело. В Пинске 19-летнему парню, вероятно, не угодили с подарками. Злость он выместил на двери подъезда. А 14-летний подросток на двери чужой квартиры кирпичом. Аналогично и в Славгороде. Пьяный дуэт разбил лобовое стекло в иномарке. Без объяснения причин парковки, не по его личным убеждениям, возмутится и мужчина в столице. Проткнет шины в обеих машинах гордо, после этого проследуя домой. Разобьет окно, взломав ралет на киоске, и товарищ в Гомельском районе. Таким будет его ответ на отказ таксиста везти слишком быстро пьяного пассажира домой. А в Речице пострадает фонарь. Парень отдыхал с друзьями в баре, перебрал лишнего охрана, попросит покинуть заведение. Реакция на ваших экранах. И не за хулиганство, за мошенничество. Получит уголовная девушка в Бресте. Ее молодой человек продаст машину, деньги спрячет в копилку. Но барышня решит приумножить капитал. Заменит все купюры на фальшивые, настоящие, проиграв в онлайн-казино. Узнав правду, возлюбленный обратился в милицию. И к зарубежным новостям. Магазинные кражи в Штатах превратились в многомиллиардный бизнес. Ущерб превысил 70 миллиардов долларов. Что это значит? В стране появились настоящие воровские профсоюзы. Это не шутка. Профессиональные воры выносят дорогие товары, передают их бандам, которые, в свою очередь, продают награбленные через маркетплейсы. О безопасности ритейлерам приходится заботиться самостоятельно. Некоторые, например, вместо товаров выставляют на полке только их фотографии. На фоне подобного наши, отечественные воришки, выглядят не таким уж и злом. Витебск вечер пенсионерка идет домой из торгового центра. В одной руке сумка, в другой пакет. И двое за ней по пятам. В подъезде двое неизвестных прижали ее к стене. Нанесли несколько ударов и закрыли рот. Затем вырвали из рук сумку и убежали. Продукты, документы и немного денег. Вся нажива грабителей. Спустя сутки оперативники задержат криминальный дуэт. Нападавшими оказались 43-летний, неработающий, ранее судимый, Витебчанин и его 35-летняя знакомая. К моменту задержания они успели частично потратить похищенное. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы. До 12 лет тюрьмы грозит работнику столичного СТО в милицию. Обратится россиянин. Пропала дорогая иномарка. Заявитель попросил своего знакомого, проживающего в Минске, приобрести микроавтобус за границей. И передал ему 170 тысяч евро для оплаты. Мужчина согласится и обратится в фирму по подбору и ввозу машин из-за границы. После приобретения и оформления документации, посредники отвезли микроавтобус к СТО, где его должны были оборудовать под автодом. Работник станции решил воспользоваться ситуацией. Завладел документами на автомобиле, перепродал его. За границу же. Возбуждено уголовное дело за кражу. В семье не без воровки. У тети племянница украдет больше 2000 рублей. Женщина попросит девушку установить ей на телефон интернет-банкинг. Та охотно согласится. Только вот установит она приложение не на тетин, на свой телефон. Ответив тете, что у нее не получилось. Вскоре она начала переводить себе на карту чужие деньги, оплачивая покупки в интернет-магазинах, а также наличные нужды. Через какое-то время женщина обнаружила пропажу 2275 рублей. Заработает уголовное дело и этот человек в Барановичах. Виной всему выпавший снег. Ночью мужчина возвращался домой на лестничной клетке, заметил санки и точно покатался бы на них, не окажись они такими маленькими. Что дальше? Он просто выбросит их в конце улицы. На сегодня это все. Криминальную хронику рассказываем в телеграм-канале Тревожной кнопки. Эфирные обзоры утром, повторником и четвергам. И итоги подводим каждую пятницу на ОНТ. Спокойных и нетревожных вам выходных. Будьте бдительны и берегите себя.